Теряют время, отведенное на ремонтные работы, как строители, так и местные жители, из-за кражи строительных материалов. Такой случай произошел в одном из микрорайонов Иркутском. Там неизвестные украли бордерный камень. Это не первое такое происшествие. Нередко в городе крадут плитку. Ну и клумбы, урны и даже лавочки умудряются стащить особо заинтересованные граждане. Тему продолжит Олег Федоров. Долгожданный ремонт дороги в микрорайоне Зеленый в Иркутске может выбиться из графика. Ведь некоторые граждане проявляют неподдельный интерес к тому, что еще не пущено в дело. Например, вот такие поддоны с бордерным камнем привлекли чье-то внимание. В сети появилось видео, как неизвестные загружают в белый фургон пару десятков железобетонных плит. И такое тут происходило несколько раз. Уф! Да, нелегкое это дело, присваивать муниципальную собственность. Судя по всему, этот блок весит порядка килограммов 50, наверное, не знаю. Так что у мужчин была отличная физическая подготовка. Однако теперь на их плечи ляжет более тяжкий груз. Груз ответственности перед законом. Подрядчик, который и занимается ремонтом этой дороги, написал заявление в полицию. Похитителей ищут. Но в Иркутске крадут не только материалы для дорожных работ. В почете также тротуарная плитка, урны и даже лавочки. Видимо, кто-то хотел благоустроить свой участок. Возможно, для этих же целей горожане похищают клумбы и кашпо. По данным мэрии, в прошлом году люди вырвали более 5% всех насаждений в городе. Редко, но крадут даже дорожные знаки и светофоры. Но есть и повторяющиеся тенденции. За предыдущий месяц резко возросло число краж канализационных люков. С начала мая этого года участились кражи канализационных люков, в частности в Ленинском районе. По факту было произведено около 15 краж. По каждой краже наши специалисты подают заявление в полицию. Ну, то есть делаем все как по регламенту. Потом восстанавливаем эти люки за счет организации. Люки воруют, получается, везде. И по крупным дорогам, и во дворах, и в основном по объездным дорогам. А вот это уже может обернуться серьезными травмами для пешеходов, для водителей порчей имущества. И, конечно, главным пострадавшим остается город. Пока одни стараются его преобразить, украсить, другие этому препятствуют в угоду себе. Олег Федоров, Иван Волобуев. Новости по будням.